Так, где оно? Где оно может быть? Чёрт! Если классика, то только эта мазь! Нет, не это! Где оно может быть? Ах, куда я её дел? Ах, блин! Нет, это всё не оно! Чёрт! Нет, это всё не оно! Вот! Наконец-то! Так, сейчас мы намажемся, намажемся! Намажемся! Не зря ведь я профессионал! Тут полчаса трачу перед каждой тренировкой на эту фигню! Так, сейчас ещё подмазаться обязательно положим! Так, жиденькой, наверное, ещё на всякий случай! Вот так! Так, теперь осталось только поморозить! Наконец-то можно покататься! Да как так-то? Этот... Я их полчаса мазал! Чё теперь делать? Чё, всё, мучаешься со своей жидкой мазью? Давай я тебе лыжи с камусом дам, попробуешь? Это что, очередной трюк производителей, чтобы ты купил лишнюю пару? Вообще-то они реально работают! Ааа, конечно! Ну, ты сначала попробуй, а потом говори! Ну ладно, давай, сейчас попробуем! Здорово, спортсмены! Так уж получилось, что я являюсь спортсменом-классистом, то есть бегаю классические старты. И если вы ещё являетесь действующим спортсменом, то, соответственно, у вас, в принципе, нет проблем с тем, чтобы находить и бегать эти самые классические спринты, дистанции, марафоны, неважно. Но, если вы, собственно, переходите в, там, полупрофессиональные, коммерческие и любительские старты, то вы не найдёте практически классических дистанций. Да, вы все просто ненавидите классику. И, честно говоря, ненавидеть её действительно есть. За что и скетч в начале ролика, я полагаю, это прекрасно продемонстрировал. Ведь для того, чтобы, собственно, ухаживать за коньковыми лыжами, да и вообще готовить их к соревнованиям, вам нужно, там, пара парафинов, порошков, там, утюг, да, в принципе-то и всё. Чтобы вам намазаться на гонку, нужно, во-первых, иметь просто огромный багаж знаний и опыта, естественно, огромное количество различной смазки, огромное количество времени. Если вы коньковые лыжи делаете, там, например, с вечера на гонку, то классику вы должны мазать непосредственно прям перед гонкой, и поэтому вам нужен смазчик и так далее, и так далее. Всё это жуткие костыли, именно поэтому вы, повторюсь, не бегаете классику. И год за годом постепенно эта дисциплина начала умирать, и это прям очень обидно и больно, потому что, собственно, классика с классики, по крайней мере, и начались лыжные гонки. И чтобы окончательно не потерять классический стиль, компания Amersports, а конкретно Atomic, впервые представили миру лыжи со скинтеком, со скином. То есть лыжи, которые можно не мазать. Как вы знаете, компания Amersports также, помимо бренда Atomic, принадлежит и бренд Salomon, поэтому сегодня у нас обзор, можно сказать, на родоначальника безмазевых лыж. Salomon и скин. Погнали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для начала давайте разберёмся, что вообще такое безмазевые лыжи, то есть лыжи со скином. Ну, на самом деле всё просто. Это обычная классическая лыжа, в зоне держания которой приклеен скин. Обычно это там мохер, то есть какая-то шерсть, там ангорских каких-то коз, что-то там, синтетика, ну и так далее, и так далее. Каждый производитель изгаляется как может. Я должен сказать, что здесь главное, вообще все производители разделяются, можно сказать, в производстве скинтеков на два лагеря. Это лагерь, который делает лыжи со скином на держание, и лагерь, который, соответственно, делает лыжи со скином на скольжение. Подобно смазчикам, которые ровно аналогично всегда мажут спортсменов, либо на держание, либо на скольжение. Это, собственно, индивидуально у каждого смазчика с опытом приходит. Собственно, намазаться идеально и на то, на другое редко, когда получается, поэтому приходится выбирать. И тут то же самое. Давайте-ка я расскажу, что, по крайней мере, для себя выбрал я. Если вы меня спросите, с каким словом у меня ассоциируются обычные классические лыжи, то я, конечно же, отвечу скорость. Но, если же вы мне зададите аналогичный вопрос про лыжи со скином, то я отвечу, они у меня ассоциируются со словом надежность. То есть, когда бы я их не взял, на любую тренировку, в любую погоду, они должны работать. Они должны держать. Чтобы у меня не было ситуации, например, когда я выхожу на тренировку, беру лыжи со скином, начинаю делать тренировку, понимаю, что они не держат, проезжаю там какое-то количество километров, возвращаюсь обратно, меня начинают мазать, там минут 20 еще мажут, а я потом обратно на тренировку, соответственно, выхожу, уже вся моя команда там полработой сделала, это бред. Я такого не хочу, таких костылей я не потерплю. Для меня лыжи со скином это именно надежность. И Соломон, собственно, эту надежность нам дают. Некоторые другие производители во своих безмазевых лыжах немножечко намудрили. Они там, например, работают только на лед, то есть достаточно профессиональные решения. Но, как по мне, лыжи со скином это просто лыжи, которые вы покупаете, одну пару, и она работает всегда. Моя мысль такова, что безмазевые лыжи это не придаток к, там, вашим 10 парам, то есть это не то, что в свое время делали лыжи Zira, которые действительно очень профессиональные решения для профессиональных спортсменов на температуру 0. Нет, по мне так скинтеки это не те лыжи, которые, собственно, нужно покупать только для того, чтобы они работали на лед. А именно, собственно, на лед это их идеальная погода. Для меня лыжи со скинтеком это лыжи, повторюсь, которые должны работать в любую погоду. Можно взять одну пару и чтобы она всегда держала. Ну и, конечно же, во вторую очередь, чтобы она там ехала и так далее. Но в первую очередь надежность. И, повторюсь, Соломон эту надежность нам дают. Так на какую же погоду они держат? На самом деле они работают идеально просто в огромном диапазоне. Повторюсь, на лед. Сейчас, когда переходная погода, то есть там с нуля на плюс, с нуля на минус, ночью там заморозки, снег перемороженный, потом с утра солнце встает, там плюс, потом тень опять минус, вот эта вот перемороженная жесткая там лыжня, эта каша, на которую очень, просто неимоверно сложно намазаться. Нужно жидкие мази обязательно брать, чем-то закрывать. Это огромное количество времени. Снимать мазь, это, блин, тоже такие временные ресурсы. Кстати, давайте-ка просто сравним, собственно, сколько по времени у нас займет мазать обычные классические лыжи на погоду, где-то ноль минус один, ну и, собственно, сколько времени занимает уход за лыжами со скином. И для чистоты эксперимента обычные классические лыжи будут в мази, чтобы, собственно, максимально приблизить к реальным условиям спортсмена, который перед тренировкой будет эту мазь сначала снимать, а потом уже класть новую. Субтитры делал DimaTorzok Да-да, и так каждый раз. На самом деле это напрягает даже профессионального спортсмена. Так вот, вернемся к теме, на каком снегу эти лыжи хорошо работают. На самом деле они, повторюсь, хорошо работают практически на всем температурном диапазоне. Единственной, наверное, проблемой у них будет, это когда идет свежий снег, там натуральный снег, и здесь немножечко скин держит похуже. Однако уже сейчас Соломон, наконец-таки, выпустили свои крепления, которые можно двигать взад-вперед, и, соответственно, когда вы двигаете крепление вперед, то лыжи начинают лучше держать. Когда назад, соответственно, лучше ехать. И я рекомендую вам покупать именно эти крепления, если вы рассматриваете лыжи и скин, собственно, к покупке, потому что, также небольшая оговорочка, такие лыжи лучше покупать чуть-чуть жестче, чем ваш вес, именно поэтому, наверное, на свежий снег они недостаточно держат, и поэтому, двигая крепление вперед, вы, конечно же, значительно улучшите держание. В коньке, я считаю, это немножечко бесполезная технология, однако в классике и конкретно для этих лыж это прям нужная штука. Хорошо, с держанием разобрались. А как, собственно, эти лыжи едут? Ну, должен сказать, конечно, опять же, на натуральном снеге, на свежем снеге эти лыжи работают не очень. Скин достаточно серьезно цепляет снег, и вы будете очень сильно проигрывать обычным классическим лыжам. Но тут, конечно же, нужно учитывать тот факт, что, скорее всего, если вы начинающий любитель, то на свежий снег вы бы лучше, скорее всего, не намазались бы. Вероятнее всего, вы бы просто замазались и даже бы и скином проигрывали, но, однако, вот у них такая хелесова пята есть. Однако, что касается ледяной трассы, что касается вот этого перемороженного снега, вот этих сложных погодных весенних условий, эти лыжи практически не будут проигрывать даже профессионально подготовленным, намазанным, обычным лыжам. Это для меня, ну, действительно сюрприз, потому что в лыжне, по крайней мере, когда вы будете ехать там со спуска, скин вообще не будет цеплять снег. И это очень круто. Если подвести промежуток, то получается, что эти лыжи практически всегда хорошо держат, но не всегда хорошо едут. Так для кого же они? В первую очередь, они идеально подойдут для тех, кто раньше катался там только коньком и не любил классику, именно из-за того, что нужно мазаться, из-за того, что там не умели мазаться и так далее. Для этих людей эти лыжи как раз помогут вам не только там поставить технику, но и вообще полюбить классику. Потому что, повторюсь, многие как раз и не любят классику, из-за того, что, ну, как можно кататься классикой, если лыжи не держат, если вы не можете намазаться. Второе. Эти лыжи подойдут и для профессиональных спортсменов, однако не для гонок. Конечно же, в принципе, наверное, можно попробовать взять их на гонку там на льду, что-нибудь подобное, на марафон, опять же. Но все-таки, когда вы будете перестраиваться, например, с лыжни на лыжню, когда вы будете идти одновременными ходами, и вот задавливать лыжи, когда будете так выпрыгивать вперед, вы будете задавливать и скин, и он будет тормозить. Действительно, можно даже иногда и упасть там при резком перестроении с лыжни на лыжню, например, когда вы наедете там условно там снег свежий, натуральный. В гонке эти лыжи можно использовать, но, опять же, скорее всего, любителям, которые там не могут намазаться условно на марафон, мазь там у вас сойдет на 15-м километре, и оставшуюся часть марафона вы будете просто страдать. То есть, скин это будет действительно решением, там, например, взять их на марафон, и скин, соответственно, работает всегда. Если говорить о том, сколько этот скин проживет, то его хватит, ну, минимум на один сезон, а то и на два, и на три, а может быть, даже и больше. Все зависит от того, сколько вы катаетесь. У Соломона есть два варианта скина. Первый, который лучше едет, второй, который лучше держит. Ну, и, соответственно, подходящий вы там под себя подберете. Благо, их можно очень легко там переклеить, купить в магазине и так далее. С этим вообще никаких проблем нет. Если же вы хотите взять себе топовые безмазевые лыжи, то скин у Соломона есть и на самой крутой карбоновой модели, а также на модели пониже, которая называется RC10. На ней стоит пластик G5, то есть от топовой модели, однако, они весят где-то там на 110, а то и больше, граммов больше, чем карбоновая модель. Ну, я не считаю, что это какой-то прям минус. Собственно, выбирайте лыжи под себя, и если вы, например, начинающий классист, то, наверное, тратиться прям на карбоновую модель сразу, ну, наверное, смысла нет. Однако, конечно, топовые лыжи, это все-таки топовые лыжи, они очень легкие, очень крутые, и, ну, тут, наверное, уже обращаюсь к профессиональным спортсменам, их взять стоит. Эти лыжи я взял на тест у компании Соломон, и должен сказать, что вообще обычно я беру лыжи на тест, катаюсь на них не так много, потому что у меня большой парк, и всегда я катаюсь обычно на своих лыжах, но здесь я действительно провел огромное количество тренировок на безмазевых лыжах и скин, при том давал их своему отцу, который является тренером, также давал там одному спортсмену, и, блин, насколько же это действительно удобней. По крайней мере, вот сейчас, когда там переходная погода, повторюсь, такая весенняя, мазаться не нужно. Я просто как бы в шоке. Я прихожу на базу, и вместо того, чтобы вот заниматься там 20, а то и 30 минут подготовкой лыж, с сервисом лыж. Я просто беру и скины, и иду на тренировку. Да, вы, конечно, в принципе, можете за ними ухаживать, есть, например, там от Свикс специальные антиобределители. В любом случае, это такие мелочи по сравнению с уходом за обычными лыжами, что, ну, это просто несравнимо. К сожалению, сейчас мне эти лыжи нужно уже отдавать представительству, и это, наверное, первый раз, когда я действительно, ну, такой дискомфорт испытаю, и, наверное, еще в большей степени расстроится мой отец, которому придется, помимо там 30 детей, на каждую тренировку мазать еще и там свои лыжи. И я всерьез, по крайней мере, действительно это так, задумался о том, чтобы купить ему и скин, и, ну, вы сами все видели только что, мне даже не нужно ничего вам рассказывать. Это потрясающие лыжи, которые используют, повторюсь, как любители, самые начинающие, так и профессиональные спортсмены. Просто каждый использует их под свои задачи. Что ж, всем спасибо за просмотр. Если у вас остались какие-то вопросы по поводу Соломон и скин, обязательно задавайте их в комментариях под этим роликом. На самые интересные я постараюсь ответить. Ну, а зима продолжается. Впереди еще огромное количество обзоров на беговые лыжи. Надеюсь, что, собственно, с этой революцией безмазевых лыж в нашей стране на любительском и коммерческом уровнях будут все чаще и чаще проходить классические старты. Тренируйтесь много, тренируйтесь с удовольствием. Всем пока!